ну здравствуйте дамы и господа хотим показать вам новый мой разделочный пункт который мой любимый муж мне сделал для работы как раз у нас начинается забой и вот так теперь все это дело здесь обустроено значит моечка раковины 2 это всегда удобно не перестаю говорить вода уже подключена кран покупку не покупался отдельно он был у нас очень высокий излив это очень удобно всегда ну сами знаете как эти мойки затыкаются и оттыкаются при необходимости вот потом что еще вот такая вот здесь вот разводочка насколько я понимаю это называется так и подводы ага шланг вот этот он для того чтобы не доделан тут я думаю что все это будет обыгрываться в любом случае там уже у меня ждут работы курочки наши вот здесь вместо картонки должен быть экран но вместо картонки знаете как тут меня вполне сделал экран но ты говоришь что он недостаточно высокий он принцем литой да вот до сих пор сколько я знаете как считаю мне кажется что если брызги будут не дай бог долетать до стены например то лучше чтобы они долетали до картонки в любом случае можно через какое-то количество забой перевернуть останется чистая стена и еще раз ее использовать с той стороны и в конце концов ее можно всегда заменить я предлагаю самый дешевый двпшный экран купить в леруа и его сюда поставить но ты знаешь вот самый дешевый двпшный экран все равно стоит денег ну а картонку можно вытащить и сжечь и все не ну это колхоз надо чтоб красиво было рабочее место должно быть удобным и немаловажным красивым потому как даже туполев говорил что только красивые вещи способны летать по моему туполев и делал красивый самолет это прекрасно хорошо что мы не делаем самолеты поэтому у нас будет здесь картонка картонку можно выбросить и сжечь а твой фарток придется мыть каждый раз и это все равно будет тратиться время все на свете ставить также вместо картонки его и протереть тяпкой можно и все но в будущем сейчас конечно так как бы первый первый забой у нас вот в этом пункте здесь не доделано еще все если получится я могу потом рассказать ощущение что я хочу потом вот расскажешь мне допустим вот у нас спор смотрите есть толп не ламинированная это не поли не полированная как она называется не при ровно нержавейка нержавейка но не гусы выписал нержавейку подешевле и забыл совсем что она бывает полирована бывает не полированная короче купил не полированную но у меня есть шлифмашинка от старой работы и я купил пасты небольшой тюбик я думаю что и от полируем без проблем жду ваших комментариев Жизненно необходимо полировать этот стол, чтобы в нём, извините, свою рожу видеть. Или достаточно вот такой вот нелой, неполированной нержавейки, и прекрасно на столе у меня не будут эти отблески вечно мне в рожу бить. Какой ужас! Главное, чтобы эти пятна обрабатывались дезинфицирующим средством. Я оттирал головами места от скотча, я как бы зашлифовал эти места просто тряпкой. То есть отполировать её нет проблем, я считаю. Для моей спокойной жизни, конечно, бери и полируй, короче. А то потом ты так и будешь каждый раз ходить, и ухать-яхать над любым пятном, а этого нет необходимости в этом. Видите, отблеск какой всё равно в рожу бьёт? Зачем он более яркий? Вот я не вижу в этом смысла. Где эти полотенца? Кто зажал? Вот, смотрите, какая ситуация. Это отверстие для того, чтобы, соответственно, вы тут курочку-то делали. Вот слово-паразит, соответственно. Вы тут курицу разделываете, и всё, что не нужно, вы просто туда стряхиваете, и всё. То есть уже потроха, который на выброс. То есть здесь может миска там для котов стоять, для желудков, всего дела. И курицу я могу помыла, точнее разделала, всё, и я её могу переложить сюда или сразу помыть. В общем, сейчас я пока по ходу пьесы тут сориентируюсь. Там ведро. В ведре пакет, видите, да? Оранжевый, мусорный. Ну так вот этот пакет с ведром стоит, видите, как практически вплотную. То есть в любом случае будут какие-то брызги, да на это дерево с внутренней стороны. Но как минимум здесь нет никакого жёлоба, который нужно мыть. Александр же у меня считает другому. Я хочу, да, поставить ведро вот сюда на подставку и сделать жёлоб в виде трубы вентиляционной 150-ки. 125-я здесь, она получается узкая, диаметра недостаточно, чтобы перекрыть отверстие. Поэтому кусочек 150-ки, 30 сантиметров и ведро на полке. Мне кажется, так было бы, ну, эстетичнее. Лена говорит, что сделай мне подставку здесь повыше какую-то, да, и оставь ведро так. Мне это проще сделать, поэтому, наверное, я её послушаю в этот раз. А мне проще не мыть этот жёлоб вечный, в котором так или иначе, он должен быть какой-то, наверное, съёмный тогда, чтобы я могла туда руку сунуть. И всё это будет, ну, никак. Так, под этим жёлобом он явно будет не впритык, а там, допустим, шире. И здесь будут брызги, которые будут с той стороны требоваться оттирания вот этого всего. Нафиг этот геморрой. Сделал отверстие, поставил подставку, всё, ведро всё убрал. Убрал ведро, здесь прекрасно у вас есть доступ ко всему этому делу. Хотите, драйте, хотите, я не знаю, хоть покрасьте, понимаете, через пять каждых забоев. Тут, в общем, не надо, я считаю, ничего стационарного тут крепить. Вообще-то незачем. Ну, понимаешь, лучшее, но враг хорошего, на самом деле. Вот. Ну и перчатки, это для мытья поверхности, это не для курицы. Я не могу курицу делать в перчатках. Тряпки, это одноразовые полотенца, кто в парикмахерские ходит, знает, такие есть. Они большие, больше, чем обычные вот эти рулонные. Вот. Так, делаем вот такой стол разделочный с возможностью удаления потрохов. Вот здесь посередине будет отверстие и будет всё ведро, короче, скидываться. Такая конструкция вот от старого стеллажа на колёсах. В общем, я в размер листа подогнал, переварил всё это дело. Здесь фанера, вот там уже отверстие вырезано. И сверху пытаюсь согнуть лист нержавейки. С нержавейкой я накололся, купил неполированную. В общем, что-то я забыл совсем, что она двух видов бывает. Выписал неполированную, подешевле. И, в общем, сейчас теперь плююсь и думаю, как бы её отполировать. Но попробую отполировать, пасту купил, может быть, получится. Так, ладно, короче говоря, гну, как умею. В общем, киянкой резиновой прижимаю бруском вот здесь вот. В общем, получится пахабель, скорее всего. Но главное, чтобы выполняла свою функцию. Эта нержавейка легко оттиралась, была пригодна для пищевого использования, для разделки на ней птицы. В общем, посмотрим, что получится. Покажу. Я вот этот лист фанеры ещё такой момент крепил. Он у меня немного деформирован был. Я выпуклой стороной крепил вниз, чтобы с краёв был уклон. На будущее Лена посмотрит. Если недостаточно будет уклона, видите, немножко нержавейка. Здесь вот есть, она играет. Потому что я не жестянщик. Согнул я как сумел, короче. Нержавейка гнётся плохо. Ещё здесь у меня канц всего лишь 12 миллиметров. То есть мне пришлось ещё туда его подгибать. Но тяжеловато было. И всё равно где-то есть вот похлюпывает немного. Можно было скотч здесь двухсторонний как бы наклеить, да, чтобы был поплотнее. Но я не стал, в общем. И что я хочу сказать. Что если не будет недостаточного стока всяких там жидкостей к середине, это очень легко исправить. Сюда нужно будет поставить мне бродильную ёмкость, вот такую, 65 литров. Буквально, я думаю, что дней на пять. И образуется у меня уклон, необходимый для того, чтобы всё стекало сюда. Ну понятно, да? Не нужно какой-то. Я имею в виду, чтобы не стекало вот с краёв на пол. Но я же не буду доводить до того, что здесь у тебя прям болото. Ну если вдруг тебе понадобится, я могу это легко как бы осуществить. Хорошо, если мне вдруг в экстренном режиме нужно будет разделать 200 кур моментально, и я не буду не успевать сгребать руками туда жижу, ты обязательно это сделаешь. Но такое маловероятно. Вот вот такая вот у нас теперь система вся эта. Я замачиваю не кур, покажи. Да. Мы купили пищевая эта штука. Пищевой пластик, да, вот смотрите, значит, 120 литров. Подходит для хранения пищевых продуктов. Всё, значит, здесь у нас водичка наливается, охлаждается курочка. В летний период она здесь не только охлаждается, а ещё защищается от мух, от мушиных кладок. Мы это уже рассказывали. Да, видите, тут с этой стороны и вглубь ещё, то есть уходит, он закрывается. Крышка закрывается, да, принёс, положил, закрыл. Если вдруг надо, то она и запирается. Да, здесь же есть слив, когда после окончания работы, да, чтобы эту всё бадью 120 литров не поднимать её, да, никак не это самое, не опрокидывать сюда. Вот здесь кран, сделал слив. Ещё добавлю, знаете, что, что вот эту штучку можно вытащить и поставить сюда сетку, как я делала, помнишь, мелкую-мелкую, что если я съёмкости буду сливать, там пёрышки какие-то ещё что-то остаётся, чтобы лишний раз не провоцировать эту систему к загрязнению. Но снова же грязевик существует, ну такой, да, элементарный тут маленький. Да, сифон у меня был, я его подгонял, он не предназначен для этой раковины, видишь, здесь получается за счёт того, что разная длина плеч, да, он немножко под углом стоит, но ладно, не принципиально. Если вдруг потребуется замена, можно и киевский купить, он здесь хоть как будет устанавливаться, как положено, в общем. Выходы, да, я сказал, уже на воду, на всякий случай, на горячую, на холодную, это пока хоть и холодная, только задействована. Ну вот, кстати, смотрите, в общем-то, просветская система, с одной стороны, главное, чтобы она функционировала из отказа. Здесь вот у меня аварийные, как скажем, не аварийные, а краны, вот здесь, где я подцепился к основной водопроводной системе, через шланги не стал морочиться, вот гибкие подводки, вот, муфточки. Здесь это всё у меня перекрываться будет на время, когда мы не будем производить забои, чтобы там у меня никаких протечек не было. Этой системе уже 4 года, здесь ничего у меня не текло, да, как бы я за неё не переживаю. Канализационная труба сороковка, от той раковины тоже под уклоном, короче, пришлось вот эти все тяжеленные ящики, верстаки отодвигать, ну, в общем, короче, это рабочее. Но всё это под верстаками, видите, то есть это нет, чтобы мы перекрыгивали тут. За верстаками, да, простите за мой французский. И ещё этот стол даёт возможность работать в критической ситуации двум человеком, или даже может быть трем. Почему такой широкий? Потому что я не хотел резать лист этого нержавейки, то есть я его только по длине немножко укоротил, на сколько, на 50 сантиметров, нет, 130, на 70 сантиметров. А по ширине я делал под, конкретно под этот лист камень получается. И вот смотрите ещё. Стол убирается, он на колёсах, то есть... Да, легко. Вот так, здесь, грубо говоря, рабочий угол такой. Закончили работу, укатили его хоть туда, хоть туда, хоть куда. Можно использовать под рассаду в незабойное время, под что угодно. Вы знаете, какой у меня есть стол для рассады двухэтажный? Мне больше вообще в жизни ничего не надо для рассады. Ну, а ещё такой момент, что этот стол Сашки, вот сейчас смотрели со стороны, наверное, думаете, низковат. Но я-то карлик, мне-то он как раз, понимаете, чтобы у меня не было... Под тебя делал. Да, наклона спины не было. И чтобы нелёгкого наклона, нелёгкого отгиба, ничего. Это очень важно, ребят, потому что когда ты этим занимаешься на постоянной основе, у тебя будет от лёгкого изгиба спина болеть. Вот ты можешь сравнить. Это стол для тебя, вот камеру опусти ниже. Это вот для твоей комфортной работы, да? А вот стол для моей комфортной работы. Но при этом углу я делал под себя. Нет, вот этот вот. Я поняла, но чтобы два стола в кадр попало, мне надо снять вот так. Как определяется высота правильной рабочего стола? Я боюсь даже сейчас предположить. Нужно встать к столу и положить ладони на стол. И у вас должна быть прямая рука относительно. Вот это считается оптимальной высотой стола для удобной работы. Вот этот стол сделан под меня. Покажи свой. Вот этот стол сделан под тебя. Давай со стороны. Не надо меня снимать. Ну ладно, что ты. Ну я накрашенная, страшная и не накрашенная, ты же знаешь. Так, ну в общем вот, дамы и господа, пожалуйста, вот такое вот рабочее место сделал мне мой супруг. Для того, чтобы я тут это не изгалялась с этими со всеми вещами. Мне кажется, чуть-чуть покороче, пониже надо было, нет? Пониже? Ну ты знаешь, у раковин ты особо долго никогда не стоишь. То есть ты помыла и всё. И ещё пониже будет брызгов больше. Ну, наверное, всё-таки так удобно. Я же вот здесь работаю, понимаешь? Вот здесь. Я же не здесь, я не буду навесу её держать. Можно подрезать ещё деревянную конструкцию. Да тут всё можно подрезать или поднять. А, скажи, что вот это всё пропитали яхтным лаком в три слоя или в четыре даже. Четыре. В три часа ночи тогда мазала. И лена косила. А в каком-то видео даже было упомянуто это, мы обрадуем с полом. Здесь вот просто конёк кровельный. Ну, я показывал уже. Кровельный конёк другой стороной. И здесь у меня силикона. Представляете, у меня нет силикона в гараже. Такое первый раз случилось за всю мою долгую практику. У меня закончился силикон. Докатились. И получилось, что я не мог просиликонить этот стык сопряжения. И приклеил на двухсторонний скотч. Я думаю, что будет нормально. Большего шока я давно не испытывала. Я сам обалдел. Ужас какой. Силиконжит наше всё. Боже мой. Так. Ну, всё, в общем. Вот вам рассказали. Как всегда, хотели в две минуты уложиться. Но с нашей любовью поболтать, это редко когда получается. Всё ещё обыграем, всё обкатаем, ещё всё изменим. И скажем ещё, если вам интересно будет, на чём здесь может быть загвоздка. Вот сюда надо лампу какую-то. Да, надо. Ну, вот это освещение здесь близко, поэтому, в общем, оно достаточно яркое. Свет идиотский, а так ярко. Ну, хотя, вот, смотри, лампа у тебя практически на этом столе. Прямо над столом. Но над раковиной... Хотя, вот я не вижу пока необходимости. Вот тот угол куда темнее был. Да. Так что всё. И главное, чтобы стол не блестел и в глаз не светило. Между нами говоря. Но некоторые всё равно отполируют. А ещё, смотрите, я здесь всё сделала. Умаялась в доску. Плюхнулся на диван. И наслаждаюсь печечкой. Вот так? Да, примерно вот так. А что я сижу? У меня курица там висит. Я пошёл. Всё. Пока. Счастливо. Всего доброго. Ну, оставайтесь с нами. Ну, и вот о чём забыли сказать. Под всеми этими столами мы подсунули кусок линолеума. Ну, квадратный, понятно. Прямоугольный. В общем-то, всё это пространство закрыто. Полы, конечно же, легче мыть, когда у вас линолеум, чем когда это бетонная стяжка. Тем не менее, мы всё равно не сдаёмся, в смысле того, что бетонная стяжка моется тоже. Видите, у нас станция вот такая вот уборочная стоит. И пылесос однозначно всегда здесь в работе. Он даже не выключается. Ну, и все эти коврики, которые, в общем, призваны собирать грязь у входа, а не растаскивать по гаражу. Ну, и, товарищи, у нас всегда сменная обувь. Это мои гаражные тапки. Они на улицу не выходные. Только здесь. Такие тапки есть у всех. Даже у гостей. Поэтому линолеум здесь, в общем, тема. Вот так. Никакие протечки, какие-то капли. Всё это быстренько можно махнуть без особых усилий. Ведро на готове. Станция уже для больших помывок. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова